Божаю здоровья, шановные украинцы! Готовимся. Без деталей. Третье. По защите граждан. Воздушные силы. Молодцы. Здесь с деталями. Наши приоритеты на эту неделю. Следующую и на ближайшее время в целом. Дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, обучение и самолеты. Дальнобойное оружие. И это будет. Провел сегодня и обстоятельное совещание с нашими международниками. Командой офиса есть задача удержать динамику международной поддержки и коммуникации ради Украины, которая была достигнута в первой половине мая, а также в эти недели. Уверен, выполним эту задачу. Имел честь посетить офис Крымской платформы и встретиться с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым, представителями Меджлиса и крымско-татарского сообщества. Сегодня и каждый год в этот день, 18 мая, мы чтим память всех жертв, депортации крымско-татарского народа. Это было одно из самых тяжких преступлений 20 века. Весь народ силой забрали с родной земли и заставили жить на чужбине десятилетиями. И когда уже люди вернулись домой, Россия в очередной раз принесла в их дом, в нашу Украину свое зло. Зло агрессии, репрессий, унижения. Вернуть справедливость для всех наших людей, гарантировать свободу для всего нашего государства, без каких-либо исключений, это наша историческая задача. Задача всех, кто защищает государство. Всех, кто выбрал Украину, а значит, одержит победу. Рад видеть, что созданная нами Крымская платформа эффективно направляет общую силу всего нашего государства и крымско-татарского народа. Рад знать, что наша совместная работа с Меджлисом приносит нужный Украине результат. Кстати, некоторые очень важные общие шаги готовим уже на ближайшее время. Вопросы Крыма, крымских заключенных и всех наших людей в Крыму выводим на новый международный уровень. И еще одно. Сегодня многие украинцы и украинки были в вышиванках. Это важно помнить, какое богатство нас всех объединяет. Украина разнообразна, и в том наша сила. Это было видно в течение дня в разных орнаментах вышиванок. Но сейчас я прошу вас всех вспомнить о тех украинцах и украинках, которые буквально наша с вами сила, наша с вами защита. Многие наши люди не были в вышиванках, потому что они в военной форме. Я прошу вас сейчас вспомнить всех, кто сражается ради Украины. Всех, кто на боевых заданиях и боевых постах ради Украины. Всех, кто тренирует наших бойцов ради Украины. Те, кого вы знаете лично. Те, о ком вы слышали. И тысячи и тысячи других, которые все одинаково берегут жизнь Украины. Вспомните о них сейчас, пожалуйста. И поблагодарите их. Также мы ни на миг не забываем о тех наших людях, которых оккупант удерживает в неволе. О пленных украинцах, репрессированных на оккупированных территориях. О тех, кто находится в оккупированных городах и общинах и ждет возвращения нашего флага, нашего государства. Мы должны освободить всех наших людей и всю нашу землю из российской неволи. Действуем вместе, в единстве, заботясь друг о друге и о государстве. И не останавливаемся до победы. Спасибо всем, кто помогает. Слава всем, кто сражается ради Украины. Вечная память всем жертвам российской тирании. Вечная память всем жертвам депортации крымско-татарского народа. Слава Украине!